Коктебель Еще римский историк хитросплетений пишет, что сюда забредали некогда аркадские пастухи, влекомые своим скотом. А в допотопное время за золотым руном в гавань заплывали аргонавты, и, плывшись с ними в трюме публий о виде на сон грядущий, так писал об этом в своих мухоморфозах, Здесь были в поисках руна, руна здесь нету ни хрена. Перевод Марио Ивановны Сапшин, что существенно. Коктебель воспет здесь, в брызгах прибоя и слюны, читал свои вирши безумный офтальмон Напалков. Это его записал Грумг Жемаева-младший, помните? Я каждый камень, Коктебель, в тебе пометил, как кобель. Перевод Эльвиры Штюрпфельглос, он поэтический сборник Содрогнись в поцелуи, 1912 год. Богата природа края. Граф Ланской любил пошуровать здесь в зарослях можжевельника и полакомиться винными ягодами с дамочкой. Частенько, вспоминает сторож императорского заказника колхоза царя коммунизма Михей Трушко, «Частенько я держал на прицеле своего бердану ивонные панталоны цвета тела испуганной нимфы. Каких-нибудь четырех, пяти тысяч верст не доходит сюда Пожевальский со своей проживалкой. А вот на этих плантациях трудился на уборке укропа, инжира и чернослива Александр Сергеевич Пушкин, когда, сукин сын, был еще маленьким послушным пионером. Заслуженной, если не народной популярностью, пользуются местные минеральные воды, бьющие ключом здесь из трубопровода из синтуки Бжни-Ежгород-Коктебель. Обливался этой водой по утрам еще мамин сибиряк, лечивший здесь свою сибирскую язву. «Трохи оклемался, кажись, полегчало», — запишет он в своем дневнике за день до кончины. Вот далеко не полный перечень букета болезней, от которых исцелил коктейль минвод Коктебеля. Здесь лечат страдающих малярией, неправильным прикусом, сепсисом пуповины, с глазом, блаженностью, пляской святого Витта, синдромом Альцгеймера, грыжей шморля, рожей профессора Потапова, воспалением хитрости, тихим сапом, политической близорукостью, шалгемой, прихлюстом, внезапным встрепетом, майской вопью, ломотой, сухоткой, чесоткой, усушкой и утруской, перемедью, гнойным бзиком, глопотомой, ябединым хнырсом, туфтофлой, хроническим свербитом, гнусным ахаканем, коленной подзадью, сапелью весенней, нечаянным битрагоном, гиенной припомянухой, юрайским гиппом, мочеточным ударом в голову, бубонами, угрями, цыпками, инклюзивной порнухой, кишмячной кишелой, несварением яичек, раскряслостью среднего уха, свящем макушечным и многими-многими другими. В 1914 году под кривым таганрогом в клозете императорского литерного был обнаружен ехавший в коктебель зайцем орехов зуй. Остаток пути он проехал уже, зачепившись подтяжками за буфер, по левому рельсу, да на правой пятке, смазанный бараньим жиром. Так и доехал он, безвестный, босоногой, с батоном финского сервелада под мышкой и орехом за щекой. С тех пор зуя здесь знают все, кто не бил зуя. Некогда кустистые, а ныне поджарые лысоватые холмы, чем-то напоминающие горы Эстремадуры, облюбовали планеристы. Около 1500 разбивается их здесь ежегодно. Вот почему на одном из холмов в братской могиле покоится прах местной тёлки-рекордистки Нюры, погибшей от руки предателя, пастуха Максима Бруцеллёза, подрезавшего стропы её дельтаплана. В 15 веке сюда приходят гешпанцы стрельнуть сигарет. Иудея пытается обосновать здесь свою Палестину, но безуспешно. А в 1792 году город посещают королевы Елизавета и герцог Фердинанд. Здесь, в Малахитовом зале, главы государств Австрии и Франции подписывают договор о ненападении Венгрии на Турцию. Любили бывать здесь и братья Алексей и Максим Горькие, находившиеся до этого на Акап-Ремонте, ну, когда сломали себе левую ногу. В тенистых аллеях парка они любили костылём околачивать с грецких орехов жареные каштаны. А вон на том холме, нет, на том, с отметкой высотка 54, Шалтырин любил бывалочи, подложив под голову томик Жуковского, а под ноги том своих стихов, чтобы было повыше. Любил бывалочи слушать, как в кроне листвы чирикают воздушные поцелуйчики, коих прикармливал он засахаренными фигами. Море здесь какое-то своеобычное, то спокойное, ровное, а то вдруг сразу нет. Старожилам особенно памятна цунами 1929 года, после которого никого из них в живых не осталось. Коктебель – излюбленное место высадки зарубежных шпионов-аквалангистов. Об этом свидетельствуют их чучела в местном кривенческом музее. Об этом же поведал нам и начальник погранзаставы полковник Исаак Яковлевич Пагранзон. Их привлекают здесь красота, романтика, прозрачность голубой воды, в которой их косяки хорошо видны. В 1958 году постановлением Крымского полезного совета было решено отдать солнечные пляжи-бухты под лежбище котиков. Однако тупые, своенравные твари почему-то облюбовали холодные скалы земли Франца Иосифа Кобзона, которые также бывали тут зачем-то. В местном ломбарде пылятся различные изящные, милые в сердце вещицы, которые в эту же пятницу через много-много лет на лондонском аукционе «Сотбис» будут пущены с молотка. Такие, например, как пуговица от жилета Уинстона Черчилля, попавшаяся посетителю кафе Маринка В. Котову в 1982 году в Пельмени, фельдоперсовый чулок Греты Александровны Гарба, в котором она хранила свои сбережения, пломба из зуба Берии, которой была опечатана квартира Ежова, коллекция пенковых трубок 139 штук с мундштуками надкусанными Шаляпинами, комиссар Жевской, Саввой Морозовым, Анной Паловой и собакой Качаловой, клюшка Дзюрилы, монокль Гоген Соллерна, палочка Коха, азбука Морзе, микрофон-жучок, установленный в нужнике Центрального дома литераторов для подслушивания их задних мыслей, экслибрис писателя Кошкера с надписью из книг Булгакова, фонограмма с записью гоголевского обличительного смеха около трех с половиной часов и многое-многое другое. Но вернемся в Коктебель. Вот здесь, по кромке этого берега, в своей простреленной шинелке, любил прогуливаться еще Петр Николаевич Врангель, пока не был сброшен в Черное море регулярной Красной армией. Долго дрейфовала в высоких суровых широтах мужественная полярная станция СП-21, пока не сдрейфила почему-то именно сюда. Здесь учился мыслить не шаблонный Шпендлер. Горяев снюхался здесь с Шуваловым. Поговаривают, что в доме номер два по улице Фрунзе за ситцевыми занавесками коротает остаток дней нации номер два Мартин Борман со своей боевой подругой Матильдой Шмус. А Никита Сергеевич Хрущев так отозвался от утошних местах. Непочатый край. Здесь, на площади у Авира, на постаменте, стоит старенький, видавший виды Дарлин. Именно он в свое время описал редкие виды фауны, до сих пор встречающиеся на вершине Карадага в заповеднике Райская куща, в прошлом имени Минжинского. Сюда, в заросли черешня, бывало захаживает кошмарный котика, хрумкает нежным банным бамбуковым листом, пипипа филиппинская кадушечная, елозит чавки брюшастые, прожор волосистый бегающий, касатик мохнатый шапочный, африканский баобабник тропический наглый, белок старушачий, пакостный мелкотравчатый, многоразы, плюралазы и другие разнообразы, и, конечно, безобидные, невероятные. На скалах квохчут и кудахчут голопагосские ухо-горлоносы, и, конечно, наш российский горлопан боеголовый. Ну, а в травах? В травах свирестят и стрекочут аж трипчатые кутузики и пеструвчатые ушастики, снуют туда-сюда босикомые косякосиношки, нагуливают свое молочко и божьи коровки, и куколки голливудские. Ну, а в лесах, где когда-то в мезозой облетали коленками нозавры, ныне собираются в стаи одинокие яйцеголовые ненормалы и свободные радикалы-яйцеглисты. Любитель помочиться обнаружит в верхнем слое швали и шваха шпунь фанерную и шелупонь всевозможную, ну и, конечно, лишай привилегированный. Водятся здесь и тяпки подляпочные, фальшивы кузнечики, скрычи, сдрели, дрючки, жраль травянистая райкомовская и мерзавчик бытовой постельный. Город-курорт, город-труженик, город-музей. Здесь любят отдыхать и молодежь, и старики, женщины, раненые, и дети. А когда едешь в Коктебель по Судакской шоссейке, и тебе навстречу мелькают таблички планерская, приветная, честная пионерская, внезапно на город открывается замечательный вид, прямо с бухты-барахты. Широко и вольготно, словно куртизанка на оттаманке раскинулся на черноморском побережье пионерлагерь «Искорка». А дальше, гликость, притулились плечуком друг к другу повдоль заборчика профилакторий завода «Ёксельмаш», турбаза торговой фирмы «Внешпосыл» «Нафиг», пансионат колхоза «Красный миллионер», валютный пионерлагерь «Березка». А в будущем край еще более расцветет, потому что гостеприимно распахнут свои двери новенькие «Лепрозорий», «Виварий», «Ведомственный дурдом союза композиторов», «Санаторий мясомолочного направления», «Ветеринарная лечебница для алкоголиков», «Акварий», «Колумбарий 4-го главного управления» и «Венерологическая грязелечебница», «Гопс-концерта». Качество обслуживания подскочит ровно в два с половиной раза, и сюда хлынут тысячи лимитчиков, наркоманов, иждивенцев и бездельников. Одним словом, добро пожаловать в Коктедель, в этот райский уголок. Дурово!